С 15 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке военной техники и живой силы, дислоцированного в Ханкинди 366-го полка, перешли в наступление на гора Даглы. После двухдневных тяжелых боев, прорвав оборону, 17 февраля армяне оккупировали село. При этом гора Даглы была полностью разрушена. Над мирным населением, невинными детьми, женщинами и стариками была учинена зверская расправа. 117 человек были взяты в заложники, около 80 из которых были убиты с особой жестокостью. Шесть человек пропали без вести. Девять, по свидетельствам очевидцев, были взяты в плен. Село города Даглы по сей день находится под армянской оккупацией. Этот геноцид был своего рода подготовкой к Ходжалинскому геноциду. Те, кто защищал свое родное село, бились до конца с врагом. Но это был неравный бой. А тем, кому удалось спастись, были вынуждены покинуть село. Каждый десятый житель города Даглы считается пропавшим без вести. Глава государства в 2008 году на открытии городка, построенного для вынужденных переселенцев из Ходжавенда, отметил, что геноцид в городе Даглы должен быть глубоко исследован и доведен до внимания мирового сообщества. Многие из пленных были расстреляны по дороге города Даглы Ханкенди. Пленные подверглись нечеловеческим пыткам. Армяне совершали чудовищные по своей жестокости убийства мирных жителей. В селе города Даглы две семьи потеряли по четыре человека. 43 семьи лишились отцов и мужей. Около 146 детей остались сиротами. Эльнара Алиева, Али Сурхайуглу, CBC.